Соратники, сегодня в день знаний, 1 сентября, нужно все-таки посвятить этот день именно получению реальных знаний, реальные знания, которые помогут жить и выжить в нашем непростом времени и в будущем. Это знания, как отличать своих от чужих. И этому мы посвятим сегодня небольшой разбор. Постараюсь сделать его меньше часа, хотя иногда кое-что затягивается, но детали важнее, без объяснений деталей не получится, а это затягивает. Но тем не менее, я постараюсь сейчас покороче сделать вторую часть разбора, она будет более интересна, чем первая. Сели поудобнее, расслабились, попить взяли или чего угодно, или покушать кому как, но лучше без всего, потому что нужно будет работать головой, а не челюстями. В первой части я показал немножечко, как работают некоторые манипулятивные приемы у Ани, у Тараса, у Викуси, провел аналогии с помощью этого, благодарю каналу Медфильм, и показал, в общем-то, некоторые, прямо которые всплыли диагнозы Викуси. Но сейчас мы посмотрим, все-таки вернемся к Анюте и ее личности, вот к этим-то, к этой парочке, гусь да гагарочки, замечательные, в кавычках, которые снова начали обхаивать, как могут меня на чем стоять. Ну, спасибо им. Конечно же, собака лает, караван идет, но тем не менее, иногда эта тявка не мешает. Поэтому давай посмотрим, все-таки, чем они являются. Это эти люди, это парочка. Мне интересно, манера работы этих людей, скажем так, в кавычках, назовем их людей, потому что она заслуживает некоторого, не знаю, не то чтобы оценки, одобрения, разбора. Суди сам, воин. Все время возвращаюсь, да. Это я сделала, и потом сделала, и меня аж... Где я под... Понятно, что несвязанный бред, он немножко надоедает, но тем не менее, его вычленить и отделить как-то невозможно. Поэтому иногда приходится слушать. И вот я на нужных местах буду делать остановки. Разобрать надо, потому что в День Знаний нам необходимо все-таки научиться разбирать и отличать истинные знания и отличать своих от чужих. В Викусине, несмотря на то, что она выдает себя за воина света, мне кажется, таковым не является. Я сейчас объясню, почему. То же самое касается этой парочки. И то, как они работают, тоже подлежит разбору, потому что нужно отличать реальных людей, которые что-то делают на некотором тонком плане, скажем так, и не очень реальных. Ну, посмотрим, например, вот на этом примере. Я хочу вот эти последствия все накопившиеся передать как это, всем участникам данного процесса. Ты им, во-первых, этим колдунам прикажи это колдунство убрать и все последствия отдай им. Прикажи им. Вот меня радуют эти вот фразы громкие. Прикажи колдунам. Если она тогда не смогла, если этот какой-то момент был, хотя я не понимаю, нахрена мне, допустим, и Мони в том воплощении, в каком-то том, она не упомянула ни в коемифическом воплощении, что-то с ней делать. Ну, ладно, допустим. А тогда не смогла. Сейчас-то, как она что-то может приказать мне? А если она и прикажет, почему бы вот кому-то, кому она приказывает, не показать вот этот вот жест? И почему бы ей не пойти по известному адресу? Я не понимаю. Уж если я саму Вику заколдовал, она много раз плакалась по этому поводу, то она была такая. Вот это меня радует. Чуть позже я поясню, как я самого Тараса ввел в блуд, можно сказать, в предательство и так далее. И они это все сами прикажут проявиться всему этому. Сами расскажут об этом. Вот это меня радует. Это все равно, что вот некая такая 60-летняя или там скольки-то летняя престарелая женщина легкого поведения говорит, приказываю стать вот снова девочкой целочкой и весь этот вот шлейф, вот это вот все блядство и все остальное, чтобы исчезло там, не знаю, 8 детей от 20 мужей и так далее. Ну, условно. Ну, обратно не зашьешь и реверса не бывает. Вот меня вот радует вот эта вот легкость, с которой они говорят, вот приказываю всем последствиям исчезнуть. Ну, это просто немножко, мягко говоря, привлечивают они свои силы, а проще говоря, это диагноз. Это просто диагноз, который, мягко говоря, называется неадекватность. Если черный называть белым, если красный цвет светофора называть зеленым и идти на красный свет, думая, что это зеленый, я думаю, последствия будут однозначные. Но они не просто сами ходят. Как раз сами-то они и не ходят. Они называют красный цвет зеленым и заставляют людей, которые их смотрят, идти на красный свет светофора. И они не только это делают. Хорошо. Призывай силы кармы на этих колдунов и на Илью Смона за то, что вычисляли. Я не знаю, где силы у этой кармы и почему просто кармы нету, как вот у Викуси, творец и первотворец. Зачем лишние термины? Но я подозреваю, что они не просто так это говорят. И чуть позже я объясню, почему они не просто так это говорят. Вот эти вот жесты, они неспроста. Они довольно часто имеют место быть у нее. Потому что, когда маленький ребенок врет, он как бы прикрывает рот, чтобы не слышать, пытаясь обмануть и самого себя убедить, что это реальность. Могут закрыл ротик, значит, ты не вру. У взрослых это в разные жесты, как у Вики тоже. Нос трет, по повязку свою проверяет, чешется там и так далее. Это видно, что, мягко говоря, трындит. Это очень мягко есть. Другой глагол на букву П. Завралась, Анюта, завралась. Да. Только они там как-то по-другому выходили. Да, ты не можешь. Ну, конечно, не важно. Если семикрыл у нее регулярно мною распоряжается и полностью я ему служу, какому-то мифическому семикрылу, то действительно все остальное уже не важно. Чуть-чуть. Так, теперь, Аня, передай информацию всем тем, против кого это колдовство, эти колдуновы было направлено. Знаешь, что я вижу? Что? Вот этот, вот он их прикрывает. Кто? Этот семикрыльный, который с темным лицом, с темным вот ликом. Осмелюсь даже пофантазировать, каким местом он прикрывает. Если бы это баба Вика рассказывала, это было бы весьма определенное место. А темный лик. Я думаю, что вот эта передняя часть, ее никогда не видно, ни черты лица, ни как-то темный лик. Да-да, еще по три разок, и будет вообще просветлиться лик. Вот я прямо услышала. В каком смысле он их прикрывает? А он разбрасывает. Они не надо, я почему, они более важны, на тех, кто менее важен. Карму разбрасывает? Да. Так, Аня, ты на этого... А вот как может... Вот что такое карма в их понимании, как ее можно разбрасывать? Теме кармы мы, наверное, чуть позже перейдем более плотненько. Как вот, что за фантазии у них и чем на самом деле карма является. Постараюсь объяснить в нашем понимании и что это такое на самом деле, это карма? Кофима тоже карму призывает, как идейного вдохновителя всех этих воздействий. А он тоже разбросал? Нет, пусть он, именно он, получит карму за это воздействие. Да, я собрала эти загустки. На все семь крыл подозреваю и на десять темных рыл. Или там, не знаю, как это, темных ликов, как они... Как она только что описала. Вообще меня радует то, как они призывают карму мифическую. И вспоминается почему-то один старый добрый советский анекдот. Когда еще я в советской школе учился, где-то в классе втором, в третьем, я услышал такой анекдот. Глупый, да, но он объясняет вот сложившуюся ситуацию с этой парочкой и с Викусей. Суть такова. Подозреваю, вот, предупреждаю, это детские они тут. Детские и советские. Там все было наивно. Условно, опять же, никаких национальностей задеть не хочу. Русские, условно, там, не знаю, Молдаванин и Чукча собрались и поспорили, кто дольше без еды пробудет. Ну, заперлись каждый в номере там или в квартире с телефона, в номере отеля, неважно. Ну, и всем организаторы сказали, вот, ну, кто как вот не выдержит, захочет есть, вот, телефон. Скажите, что уже и вам принесут еду. Ну, значит, через три дня, условно, там, один участник, через два дня другой участник позвонил, там, через пять дней, неважно. И вдруг проходит неделя, Чукча не звонит. Десять дней Чукча не звонит, уже начали волноваться, заходит, а там сидит Чукча, держит труппу и говорит, телефон, телефон, Чукча кушать хочет. Телефон, телефон, Чукча кушать хочет. Мораль сей басни такова, чтобы звонить по телефону, нужно знать механизм ее работы, его работы, осознавать, как некий код, вообще некоторую теоретическую часть. Потому что, не зная теоретическую часть, невозможно даже управлять автомобилем, не говоря о том, чтобы его починить, либо о том, чтобы его как-то запроектировать, создать, проект сделать. И чтобы призывать карму, нужно понимать, что это такое. В ее понимании у кармы есть какие-то сгустки. Рука-лицо. Даже если возвратиться вот к Махабхарати, где упоминание этой кармы есть, дхарма это позитивное поведение, карма это не словно негативное, но еще это некая причинно-следственная связь, которая там называется другим термином, но под кармой начали понимать некий бумеранг, который приходит. Но бумеранг, он приходит за все действия, не только за негативные, но и за позитивные. То есть, если что-то делаешь, хорошее, неважно, как ты думаешь, хорошее или плохое, то тебе возвращается то же самое. И они такое впечатление, что вызывают карму, это как некий такой тиран, исполнитель с плеткой. Это напоминает вот сцену из фильма замечательного собачьего сердца. Кто такая, что такое разруха? Это, говорит, старуха с клюкой, которая разбила те окна в подъездах. Вот, говорит, профессор Преаброжанский говорил, что если я начну мочиться в уборной мимо унитаза, и то же самое будет делать Зина и Дарья Петровна и доктор Борбенталь, то вот в уборной наступит разруха. Нет такого понятия, как разруха. Это определенное следствие, определенная ситуация, определенное действие. То же самое карма. Нет некого такого насмотращика, который сказал, вот карма, он пришел и отшлепал по жопе. Вот в их понимании, а они специально транслируют это понимание на, мягко говоря, упрощенное мировоззрение тех, кто их смотрит, это, как правило, женщины, с очень низким уровнем логики критического мышления. Они думают, что вот карма, это вот так вот, позвал и пришло, силы кармы. Какие у кармы силы, и какие у кармы сгустки, это, ну, мне кажется, что уровень осознанности, а безосознанности, я говорю, невозможно работать с тонким планом, не чувствовать. Потому что все происходит через чувство, ощущение энергии. для того, чтобы понимать, с чем работаешь. Вот то, что они лопочут, мне кажется, говорит о том, что, мягко говоря, они не понимают, в чем имеют дело. Если бы они реально с этими процессами как-то сталкивались, ощущали, они бы такую чушь не несли. Все, что они говорят, указывают на то, что они вообще не втыкают, с чем имеют дело. Эти люди разбираются в карме примерно как свинья в апельсинах. Вот Анюта имеет, мне кажется, вот попробую угадать, соратник, что имеет общего между Анютой и морской свинкой. Анюта, работающая в тонком плане. Вот морская свинка имеет столько же общего, такое же отношение к морю и к свиньям, как Анюта к регрессу и к тонкому плану. женщина-регрессолог, условно. Анюта регрессолог. Вот она к женщинам и к регрессии, к работе в тонком плане имеет столько же отношения, как морская свинка свинка свиньям и к морю. Потому что она отказалась от своего женского всего, став на мужской путь, вынося решение за кого-то, становясь судьей, призывая карму. И об этом тоже она делала как бы разбор. там тоже показала полную несостоятельность кое в чем. И поскольку она не понимает ничего в том, куда она вляпалась, мне кажется, что карма в том виде, как она говорит, со сгустками придет к ней. и мало не покажется. посмотрим. Ну, я думаю, первый карму в том виде, как они говорят, придет к рекусе и чуть позже я объясню, почему. Ну, а пока смотрим это шоу дальше. Оно иногда занятно, хотя более занятно другое. Забрите перебрасывать карму и пусть получит именно тот, кто это воздействие единого или тот, кто делал. Вот эта фраза тоже знаменательна кое-чем. Если карма это механизм некий воздаяние за все, за хорошее, за плохое, то есть хорошее дело, тебе хорошо будет условно. Хотя еще нужно понимать, что такое хорошо или плохо, потому что для мазохиста хорошо или для садиста хорошо избивать других, для него самого наверное будет плохо, если к нему вернется и его и забьют и причинят боль. Это спорный вопрос. Отношение к плохому, то как мы видим, что хорошо и что плохо, что будет плохо для мазохиста, что хорошо для садиста. Немножко разные, что хорошо для волка, что хорошо для ягненка условно. вот этих нюансов мне кажется они не учитывают. Более того, поскольку карма это объективный процесс кона нашей вселенной икона и нашей вселенной скажем так, поскольку кон и есть в том числе и закон кармы механизм воздаяния, то как она может запретить так называть, что такое переброс кармы я не знаю, как она может запретить как карме работать. Как она может изменить этот процесс, если условно есть поток воды, я стою под душем условно, я отвернул от себя и что-то на другого направил. Как она может запретить воде течь? Или она хочет мне что-то запретить допустим сделать? Но опять же на всякий запрет есть слева резьбой вопрос. Мне кажется, они вообще не понимают немножко, куда они попали и где их вещи. Но я думаю, каждый из понял с чем он имеет дело. Все по цепочке. В равных долях каждому сколько причитается. Главное погромче это сказать и по увереннее. А кому сколько причитается, как еще определить? Ну, об этом мы чуть позже. прикинь, с первого раза это как-то Аня, теперь передай информацию всем тем таким же, против кого был направлен этот ритуал этих логунов. У кого эта память еще была. Передай, чтобы они сделали то же самое по такому же алгоритму, как и ты. Пусть отдают кому? У них другой алгоритм. Я буду поставить только в пространстве информацию. Они каждый, слышу, принимают решение сам. У кого может быть другой алгоритм? Что такое алгоритм кармы? Вот они каждый раз такие наукообразные, наукоподобные термины используют из разных наук. В частности, каким образом термин из математики может быть применен к работе в тонком плане? Алгоритм. Да, ну это способ действия, это метод расчета и так далее. Модус операнди. И как у других может быть другой способ действия? Все мы люди, мы все подчиняемся одним законам, у нас один способ действия, как бы, мне так кажется. Я тупой, куда мне, я всего лишь там по их пониманию глава черного мира, там антимир или как там они называются, главный пиндер, хотя какой еще не главный есть, я даже не знаю. Ну, посмотрим это шоу, продолжим, и краткий вывод я сделаю в конце этого разбора. Как было же лучше. А вот оно и прихватило, а вот этот сапог ушел, остался ножик какой-то. Вот интересно насчет подышать, вот категорически не рекомендую дышать по свиашу, поскольку свиаш рекомендует метод дыхания, верхнее дыхание, это перенасыщение мозга кислородом и опьянение. Кислородное опьянение, есть такой термин, и он приводит к тому, что это определенные практики, использующие в МК-Ульта. Это холотропное дыхание, которое просто, ну, скажем так, выводит мозг на отсутствие критического мышления. Это именно кислородное опьянение происходит. И в этом состоянии невозможно мыслить логически и работать с чем-то, с какими-то энергиями осознавать, что это вырубается логическое сознание. И вот в этом состоянии опьянение может произойти вот да, уровень энергетики немножко растет, но сделать что-то можно только перепросмотром, осознав, поняв, а не просто эмоционально на каком-то гребне побыть, покайфовать, получить некое удовольствие, и на этом все закончится. Будет только хуже. Блок эмоциональный, когда всплывает, он не будет осознан, поскольку осознания там нет, повторяя, опьянение, трезвого мышления там нет. У людей куча проблем. В 97-м, по-моему, году, или 98-м, Свияш эту книгу написал, называется «Сосуд кармы». Опять тоже там кучу лапши навешал эту карму, потом как освобождать этот сосуд, и дал эту технику. В 90-х было полное вакханалия в России. Там Лазарев, Анастасия и всякое. Все эти ЦРУшные и ФСБшные методики даны были людям для того, чтобы сводить их с ума, завлекать в секты и полностью рушить жизнь. Ничего хорошего в психотехниках из 90-х нет. Есть там отдельные проблески, когда какие-то разумные люди какие-то разумные техники давали, но их настолько мало, что можно просто не учитывать. Там был шквал говна типа Аумсика, Синрикё, Белое Братство и так далее. Вот свеж из той же серии. Это определенная секта с психотехникой по зомбированию. И вот эта техника дыхания с МК Ультра техники ребюфинга есть и вот это холотопное дыхание не без определенной подготовки довольно длительной и без ситера, который иногда общается и направляет человека, контролирует процессы энергетику опытного причем называется нянька дышать так называем скажем так я вообще не рекомендую последствия могут быть самые ужасные но они подсаживают на это дыхание ну всех кто смотрит мне уже искренне жаль тех людей которые вот неосознанно смотрят этот канал не для того чтобы понять как работают сектантские техники психотехники Викусе 12 лет в секте и она вот это все на людей вываливает а обычные с низким уровнем практического мышления логики женщин у женщин по определению нет логического мышления не нужно оно им там ощущение чувства даже не нужно анализировать что это почувствовала что так сделала вывод энергетика эмоциональность у женщин развитого мужиков логика так задуманно это неплохо нехорошо не надо обижаться кидать в тапками и так далее делать какую-то аналитику для женщин это усилие это противоестественно можно но не нужно не те сильно это не является сильной стороной логика поэтому вряд ли какие-то женщины будут делать сверхусилие вот так как я делать паузы и анализировать вот я анализирую и делюсь своим анализом вот этих вот техник и чтобы включать мозги и чтобы люди тоже учились и понимали что происходит те кто смотрит этот канал они принимают и разделяют и добавляют свою энергетику в то что происходит таким образом опять же разделяя путь и соответственно ответственность последствия то есть карму Викуси и вот этой троицы всей в целом там еще есть деревенский дурачок с именем Евгения но это вообще отдельная история по нему видно блаженный там как и Татьяна периодически прилетает им но тем не менее ежики плакали кололись но продолжали есть кактус продолжают лезть к Викуси ну это их выбор собственно и по ним видно что с ними происходит и что с ними вселенная сделала жизнь можно сказать ну ладно продолжаем шоу с названием Тарас и Анна уже почему-то втыкаю вот так в стол чей нож это мой нож слышу собственными ручками собственными ручками с ножом какие ритуалы с ножом даже на тонком плане неважно на физике либо на тонком плане она этот образ использовала с ножом очень много нехороших ритуалов есть и собственно она и призналась что она эти ритуалы делает что и будет подтверждено чуть позже сделала нет что-то я этим ножом и собственными ручками мне надо проработать участие в этих в обрядах пасха смотрю я вот тут меня это водой я раньше не ходила потом потерлась свечки ставила воду собирала а еще я вижу ну это еще полбеды более-менее это такие подключения к эгрегору это естественно не те ритуалы которые она реально делала поскольку женское сознание она немножко гибко естественно она на публику то не все скажет об этом эти жесты ручкой вот что она как хочет спрятать вот они жесты подсознание не обманет или по крайней мере не в ее случае она вот прям как прячет правду вот прям так делает и это очень хорошо видно она не эти ритуалы имела ввиду там мягко говоря проколдовалась но это мое субъективное видение там уже пробы ставить негде и сейчас она об этом скажет женское сознание оно гибкое ну вот много раз сталкивался женщины говорят что я обещал но не клялась для них это разные вещи гибкое сознание я не вру я говорю как удобнее это особенность женского мышления вот сейчас вот так она видит ситуацию через на следующий день допустим иначе и вот многие даже сами женщины я могу потом ссылочки сделать на консультации и психологи и женщины психологи говорят что это действительно есть особенность такая сознание что они по каждой ситуации немножко иначе одна одна и та же ситуация в разных состояниях женщины может быть оценена даже не то что описано совершенно иначе и вот сейчас она мягко говоря приукрашивает понимая что идет запись и все прочее она немножко приукрашивает то что чем реально она занималась но даже с этим приукрашиванием общий смысл того чем она занималась понятно с ножиком с определенной церковной магией сейчас она тоже еще чуть больше расскажет о том чем она занималась какое-то яблоко я делала такую штуку для любимого ритуал с яйцом с яблоком прочее ну проколдовалась мадамы и вот сама же спалилась рассказала причем не первый раз там я еще где-то смотрел для не сказать сама же ну никто рассказывает то есть регулярно подобные притягивают подобные это яблоко надо было съесть и он пришел я теперь не люблю он пришел привет еще то есть сделала приворот на мужика сломала ему жизнь ну на яблоко а потом яблоко съела то есть ну это вот абсолютно не женское женское наоборот наполнять мужика напитывать а тут она целостность нарушила откусила съела то есть вот вся эта библейская херня завязана на этот ритуал подобный ритуал это черномагический ритуал она сломала психику мужику сломала жизнь и эти люди еще призывают какие-то силы кармы на меня это это просто мандец это называние черного белым вот в открытую в открытую и перекидывают все кто это смотрит они разделяют они же эмоционально все делать а через эмоции именно действует карма через эмоции то есть если ты сочувствуешь что переживаешь общее энергоинформационное поле куда внимание туда энергия сознания сознание можно управлять эмоциями энергии ментал идеи это мозг а эмоции энергии это эмоции через эмоции управляется направляется энергия те кто слушает анну эмоционально ей сопереживая разделяет ее карму грубо говоря вот так работает механизм создается общее поле и поэтому это общее поле действует вот сейчас она все силы всех тех кто смотрит она всех запихнула в этот свой ритуал и на всех распределила эту карму так называемую и этот дом еще борется за звание дома высокой культуры быта это в том же фильме где три портсигара куртки замшевые три собака с милицией ну шутки шутками а веселого мало вот только что она распределила карму без всяких комочков придуманных на всех кто ее смотрит кто не поставил ментальный заслон кто вот так не анализирует каждую фразу потому что без анализа каждой фразы можно нацеплять такого из просмотра даже Анны подаванки начинающей колдуньей не говоря уже о Викусе ничего решил зайти насильно не будешь я отменяю это все хорошо он решил зайти что значит насильно мил не будешь она сделала себя насильно милой он пришел тогда он пришел со сломанной психикой вот она как описала эту ситуацию она сломала она подчинила мужика сломала его психику он пришел о чем мужик со сломанной психикой потом будет делать он неадекватно реагирует на все вещи по сути у него ни удачи на работе не будет ни с деньгами ничего поскольку энергетика не цельная неадекватно реагирует своей воли нет а что такое может без чужой воли что такое приворот вообще на любом языке это полный пипец надо как-нибудь разбор с моной сделать объяснить всем что такое приворот это жуть наверное да придется запись сделать ну ладно смотрим дальше этот ужас хотя блевать хочется но надо посмотреть чтобы понять с чем имеем дело тот кто сможет просмотреть не блеванув подобный сеанс увекуси например то кому киселевской пропаганда просто как два пальца басоль не страшна отмени каждое свое решение участвовать это приворот да да но вот сама призналась да это был приворот и не один и он знает что каждое свое решение таких приворотов она понаделала дохрена она много жизней сломала людям мужчинам там что-то суженые ряженые что-то там такие знаешь вроде как эти это как с блюдечком ничего ж такого правильно яблочко съела выкинула все хорошо и забыла получно а вот мы еще закапываем с мамой деньги в цветочек опять немножко прибирает и другие ритуалы это мама есть и эти люди еще меня обвиняют в чем-то я херее просто денежное дерево потенциал закопали молодцы и нам надо короче 12 монет 12 дней каждый день соответствует какому-то удобнее это я сейчас вижу и мы вот это закапываем свои ой какие мы молодцы собственными ручками себя же и прикапываем отмени это да 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 за что быть можно отмени решение и все да нормально что жизнь у мужика восстановится у восьми там я вижу у трех вообще жестко мандец какой-то как она все отменит тарасик ты хоть чем думаешь причем такой херни говорить отменила все да понятно разрушили дом нахер взорвали отменим еще восстановится что-ли дебилы на данный на данный момент все нормально на данный момент все нормально я говорю не надо меня да все нормально ага не пугать пуганые мы знаем что нас ждет и что еще много на чем работать надо если бы знали что вас ждет вы бы такой херней не занимались друзья пробочка я так ответила прикинь это же вот это уже пуганая в курсе что-то будет ну в курсе как да 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 разберемся знаешь такая деловая получается конечно без страха получше да надоело жуть смотреть ну вот только остановил Тарасик что-то разговенчился подсоединяешь типа в розетку зарядку от телефона и всовываешь ее в кошелек типа деньги там под зарядка под зарядка вот и я короче такое сделал ну ничего же не будет правильно вообще ничего не будет вот сейчас правильно от кого не будет ничего найди сейчас этот момент когда я это делаю ой смеешься вынимаешь все из кошелька такое что-то выпряхиваешь оттуда и ржу ну смеешься сильно-сильно наматываешь это какая-то такая штука это в портал из кошелька что-то выпряхиваешь там что-то вот так вот чистишь какой-то щеточкой щеточку тоже я говорю что ты кошелек чистишь тебе там прям кошелек ты кошелек выпинул и Тарасик тоже в бытность свою в молодость проколдовался я этот сериал этот сеанс до конца не досмотрел но сейчас наверное досмотрю если что-то интересное я расскажу а вообще более интересен другой сериал сериал сеанс сейчас мы к нему перейдем и потом закончим викуси надо добить до конца все-таки довести потому что ну надо вывести на чистую воду вот эту вот троицу явно не святую ну вот можно сразу перейти до другой части мализонского балета интересно тоже поразбирать но мне по крайней мере манипуляцию как они именно завлекают скажем так работают и открывают женщин на эмоциональном плане это старая манипулятивная техника грубо говоря воздействие через нижние чакры человек в плане секса открыт любви вот и вот как через образы они скрывают маски опиши как я выгляжу в эфирном пространстве сейчас вот в начале как очень часто органы всякие пищевые все прочее викуси упоминает пока таки не обсмеял это она немножко успокоилась хотя не факт они открывают с помощью образов чтобы женщины открылись на допустим в данном случае Тараса голый торс сразу работает фантазия женская и идет эмоциональный отклик реакция не важно плохая хорошая важно что есть эта реакция они прекрасно это знают и ничего случайно в этом нет это работает тонком плане вообще не назвать это не Аня в тонком плане снова про морскую свинку это просто психологическая работа специально сделали свет источник света слепящий не не в прошлом сеансе такого образ один образ света на образ на свет открывается все подсознание ассоциируется со светом с источником и образы скажем так эксплуатируют сексуальные образы вот это вот тема это старый добрый принцип во всех рекламах это используется люди открываются подсознательно открываются этим образом хочешь не хочешь но это такова природа они прекрасные манипуляторы они знают что они делают чтобы тоже представили также женщин как во всех деталях и дорисовали его образ и сейчас он еще это повторит закрепит переведет уже на себя с женского энергетики на мужскую то она рассказывает сейчас он сам великолепно психологически обрабатывает аудиторию незрелые мозги своей аудитории почему голый торс чтобы видно было мне сегодня снилось что я с голым торсом по какому-то зданию женщины огромное значение снам придают и вот он переводит это и сам уже рассказывает уже сам являясь источником информации и переводя уже некую сформированную группу внимание пласт внимание скажем так уже некий грегор на себя в лифте ездил и по зданию бегал такой и закрепляет это в новых пространствах вверх и вниз и вширь вот это вот внимание на себя они прекрасны манипуляторы они знают как с помощью образов формировать грегор влево вправо вверх вниз взять определенную это магический ритуал неважно что он публичный как любой клип я тоже разбор клипа клипов делал вот то же самое здесь вот то же самое что в клипах только как в лучших домах Лондона и Парижа только дома пониже асфальт пожишь только не образы в клипах показывают а рассказывают об этих образах но то же самое определенные образы расширяют пространство один в один не знаю что ты расстеливаешь такой ремень какой-то такой да еще и ниже пояса пошло внимание чтобы женщин туда направить и это уже некоторые ассоциации это уже подключка всего прошлого сразу у женщин энергетика определенных ситуаций подключается ну в общем они жестко зомбируют жестко вызывают некие ассоциации проводят с ними определенный ритуал с этим вниманием с образами неважно где образы образ человека в кукле вуду и с ним ножиком что-то делают или иглой либо рассказывают об этом и человек сам в своем сознании они ведут образами сознания зрителей и с этими образами что-то делают и человек который не осознавая что это определенный ритуал что он вовлечен как в случае с клипами просто смотря клип он с ним его энергетики проводят ритуал и на него скидывают так называемую карму они прекрасно знают что делают и это чернушный ритуал и они скидывают это все на своих зрителей здоровые это мои штаны да штаны твои ремень ты себе взял все не хочу про это говно дальше рассматривать но это весь сеанс такое говно сейчас я о нем немножко еще в этом сеансе найду один момент и мы перейдем к викуси потому что надо уже закругляться 42 минуты уже разбираю надо закругляться перемотал но вот сыны не там снова те же образы и дальше прессуют и прессуют образами и нехорошими теперь уже тоже из этой квазиэротических фаллических символов какое-то бедствие так ем леденец что дальше происходит ешь леденец все в порядке вижу дедушка бабушка я так понимаю поглощение определенного символа растворение некое бедствие они свое говно просцировали кое с чем и впихивают это в образ те кто смотрит с этим образом кое-что делают и своей энергетикой делают то же самое с то есть они чистятся бедствие просцировали с леденцом и те кто смотрит растворяет этот леденец который как бы поглощает то есть свои проблемы уменьшает тарасик тарасик с чужой на чужом горбу в рай хочет ехать грубо говоря чужим вниманием чужими уменьшить свои проблемы и эти люди еще какую-то карму на меня призывают говорят что я виноват во всех бедах просто майндец какой-то нет я просто начал слушать я доберусь до того момента где на котором хочу установить внимание просто не смог пройти мимо этого говна очередного надо разобрать чтобы остановить врага нужно передумать когда мы это анализируем мы выводим это на сознательный уровень и прекращаем подсознательную манипуляцию то есть манипуляцию владения нашими силами потенциалом энергиями без нашей воли вот когда я это осознал я это прекратил пока не осознал это все происходит помимо моего сознания как говорил генерал Петров те кто осознает работают на себя в меру своего осознания в меру своего неосознания он работает соответственно дает силу власть тем кто осознает и понимает больше так что вся цель моего канала чтобы люди начали понимать осознавать больше это очень важно иначе в нашем быстро меняющемся и все более и более опасном мире не выжить я хочу чтобы максимальное число выжило в том что грядет и вот опять поклеп на идею большевиков на идею советского союза и так далее снова обсирание снова перевирание и все это под маркой оправдания вольных каменщиков масонов то бишь то есть они все это переводят в оправдание масонства посмотрим как они прекрасно с этим справляются переводя черное в белое отличный манипулятор ни с каким видением это вообще не связано это готовые тексты им написали в луже и она просто озвучивает я просто знаю и вижу что за этим стоит ну совершенно верно есть и водители а есть и там условно главный конструктор Сергей Королев например но у всех равные возможности они говорят что неравные возможности она говорит это просто мани детства как она все обсирает не все равны кому-то надо а кому-то не надо кому-то и так хорошо неравные все совершенно верно но она это обхаивает как может неравные именно поэтому говорю есть рядовые солдаты и генералы кто-то больше может но равны все возможности вот эти коммунизмы они в материальном достатке как она все переводит на этот примитивный уровень чтобы все обосрать обосрать идею вот она обсирает идею Советского Союза идею того общества равенства и благополучия всеобщего которое было заложено в том числе и Сталином и в первую очередь Сталином да как решили право выбора наоборот мне кажется кружки моделирования ракетостроения дельтапланеризма и так далее наоборот дали выбор огромнейший хочешь одним занимать хочешь другим право проституции заниматься и педиком быть не было потому что была статья а выбор был никто никого не лишал наоборот армия флот наука все было аня не пизди другого слова не могу найти если я дружусь у меня хочет например вот смотри два человека ходят на работу учатся государство все предоставляет один просто выполняет а другой хочет большего ну хочет большего люди работали на две ставки люди меняли работу люди на севера ездили за длинным рублем и так далее и тому подобное было очень много форм хозяйств особенно по конституции 36 года поизучай вопрос и кооперативы были можно было свою кооперативную квартиру построить таких домов тоже было много люди ходили просто своим работой иногда там по субботам по воскресеньям подрабатывали работали и строили себе квартиры которые были в частном обиходе кооперативные квартиры так называемые и так далее и тому подобное и дом свой частный можно строить да там пытались ограничивать но это уже загибы потом чтобы обосрать идею на местах Хрущев начал именно чтобы обосрать идеи которые были заложены раньше если быть идеи были развиты если не война то все было бы другим иным мягко говоря но я об этом позже сделаю ролик что значит не дают я же уже сказал есть разные кружки есть возможность получения медицины образования не дают не дают безработным поскольку тунеядцев так называемых заставляли мести улицы водителям быть предоставляли работу и предоставляли жилье хоть дворникам тебе одноком дадут вот в жеу микрорайоне мити улицы заставляли работать вот морально разлагаться не давали а вот как раз трудиться предоставляли это было записано в конституции и не надо тут поколению жертвы ЕГЭ рассказывать сказки подобные не надо в партию доказать что ты не верблюд пламенные речи толкать и все остальное то есть внедриться в эту программу для того чтобы получить что-то больше это